Апостольский дворец. Официальная резиденция Папы Римского, расположенная в Ватикане. Официальное название – дворец Сикстовая. Комплекс зданий Апостольского дворца входят папские апартаменты, правительственное учреждение Римско-католической церкви, несколько часовен. Ватиканские музеи и библиотека Ватикана. Залы для аудиенции располагаются на третьем этаже дворца. Среди них Клементинский зал, зал консисторий, Большой и Малый тронные залы, Папская библиотека. На четвертом этаже находится помещение папского секретариата. Во дворце более тысячи помещений, имеющих мировую известность благодаря находящимся в них величайшим произведениям искусства. Сикстинская капелла и ее знаменитые фрески потолка, выполненные Микеланджело и станция Рафаэля, до переноса столицы Италии в Рим. В 1871 году летней резиденцией папы служил Кверинальский дворец. Другая папская резиденция находится в Латеранском дворце, а в городке Кастель-Гандольф располагается загородная летняя резиденция. История постройки о начале постройки Ватиканского дворца нет точных сведений. Одни приписывают ее Константину Великому, другие относят первоначальную постройку ко времени папы Симаха. Достоверно только то, что во время приезда Карла Великого в Рим для коронования резиденцией у папы Льва III служил дворец на Ватиканском холме, но затем дворец был запущен и резиденция папы перенесена в Латеранский дворец. Только со времени возвращения папы Завиньона Ватикан становится постоянной папской резиденцией и расширяется целым рядом грандиозных пристроек. При Сикстяйви построена знаменитая Сикстинская капелла. При Иннокентии VIII воздвигнут вблизи от Ватикана Бельведерский дворец, который архитектором Доната Брамантий был соединен с Ватиканом двумя великолепными галереями по поручению папы Юлия II. В Брамантий были также начаты окружающие дворы С.В. Дома за лужи, которые позже закончены и расписаны Рафаэлем и его учениками. Папы Павлом III построена капелла Паулинская и рядом с ней Т.Н. Царское зало. При Пиави и Григории XIII появились северное и восточное крыло Лож. А Сикст V построил поперечную галерею, в которой помещается Ватиканская апостольская библиотека. Климент XIV и Пи VI основ. Т.Н. Музей Пия Климента. А Пи VII музей Киарамантий провел вторую поперечную галерею Т.Н. Брачилнова, Григорий XVI основал музей Этрусский-Египетский и, наконец, Папа Пий IX покрыл стеклянной крышей ложе Рафаэля и построил четвертую стену двора С.В. Дома за описание дворца. Ватиканский дворец не представляет собой однородного архитектурного целого. Это собрание дворцов, зал, галереи, копел, по стилю и времени постройки, принадлежащих к разным эпохам и заключающих в себе беспримерное собрание сокровищ архитектуры, живописи и скульптуры. Во дворце насчитывают до 20 дворов, более 200 лестниц и 12 тысяч комнат. По внешнему виду это неправильный четырехугольник, тянущийся с юга на север в косом направлении от храма С.В. Петра, Продольный, Восточный и Западный. Фасады образованы двумя галереями, соединяющими Старый Ватикан с Бельведером. Пространство между этими галереями разделено двумя поперечными галереями. Библиотечный Борочилнуова на три двора. Первый, ближайший к Ватикану, называется Бельведерским. В третьем дворе разбит сад Джоярдина Делала Пигна. Другой большой сад расположен на запад от дворца, на склоне холма, где находится вилла Папа Пия IV, построенная Пиролигарио, южная часть дворца. Главный вход находится со стороны правого крыла колоннады С.В. Петра, близ конной статуи Константина Великого. Главная лестница с великолепной ионической колоннадой ведет в царскую залу, служащую вестибюлем для Сокстинской и Паулинской копел. Саларид же украшена прекрасными фресками Вазари, Саммакини, братьев Цукерот, Сальвиати и Секиаланти. Паулинская копела замечательна двумя фресками Никеланджело. Обращение апостола Павла и распятие аппетра, значительно пострадавшими от копоти восковых свечей, во время Пасхи здесь совершается богослужение. Во втором этаже находятся знаменитые ложи Рафаэля и четырех залы, так называемые станции Рафаэля, которые Рафаэль своими учениками расписал по поручению Пап Юлия II Эльвахи. Зала Константина ведет Саладечи Роскири, откуда выходит с одной стороны в капеллу Сану Лоренса с фресками Фрая Ангелика, а с другой – в галерее ложь. Но главный путь в ложи идет из двора СВ, дома за по великолепной лестницей из 118 ступеней, построенной при Папе Пи и Аэкс. В XIX веке в пяти залах третьего этажа, позади ложь Рафаэля, была расположена Ватиканская картинная галерея, которая заключала небольшое число картин, являющихся лучшими произведениями великих мастеров. Затем 19 марта 1908 года в одном из крыльев Бельведерского дворца была открыта Ватиканская пинокотека, для которой в 1932 году было построено новое здание по заказу Папы Пи и Адинства. Собственные апартаменты Папы и зала Аудиенции расположены вокруг двора СВ Дамаза, со стороны храма СВ Петра. Бельведерский дворец Бельведерский дворец занят музеем Пия Климента. В музее ведут два вестибюля – четырехугольный, со знаменитым бельведерским торсом Геркулеса и круглый, откуда открывается вид на панораму города Рима. Рядом с круглым вестибюлем – зала Мелиагра, где выставлена статуя этого мифического охотника. Из круглого вестибюля входят в восьмиугольный внутренний двор, окруженный портиком, поддерживаемым 16-ю гранитными колоннами. Под портиком расставлены саркофаги, алтари, купели, барельефы – все почти замечательные античные работы. В четырехугольных нишах красуется всемирно известная статуя Аполлон Бельведерский, Лакаона и его сыновья Гермес Бельведерский и Персия Кановы. Из этого двора вступают в галерею статуй, где между другими произведениями находится Аполлон Саврактонский и Купидом Проксителя, Спящая Рядна. Отсюда, через залу зверей вступает в залу Мус, восьмиугольную, поддерживаемую 16-ю колоннами из карарского мрамора. С античными статуями Аполлона Массагетского и Мус, найденных в Тиволе, зала Мус ведет в круглую залу с куполом на десяти мраморных колоннах с полом из античной мозаики, найденной в Атриколи. В этой зале находится бассейн из красного порфира, единственный в своем роде по величине и красоте, статуи Антиноя, Цереры, Юноны, Геркулеса и Дер. К югу от этой зала расположена зала Греческого креста, так называемая по своей форме, здесь находятся саркофаги из красного порфира С.В. Еленой Констанции. Отсюда выходят на внутреннюю главную лестницу музея, построенную Симонеттией и украшенную 30-ю колоннами из красного гранита и двумя из черного порфира. Эта же лестница ведет в Египетский музей, основанный Пием-7 и во второй этаж, где находится галерея Канзелябриет Русский музей, основанный Григорием XVI и занимающий 13 зал. С богатейшим собранием древнеиталийских древностей лестница музея выводит в сад делала Пигна. В торцовой стене дворца устроена полукруглая ниша с бронзовым римским фонтаном в форме шишки и в давшем название всему саду. Галерея Брамантии Браченуова Северный конец Восточной галереи Брамантии Галерея Браченуова занимает музей Киеромантии. Каждая сторона первой галереи разделена на 30 отделений, обставленных замечательным собранием статуи, бюстов и барельефов. В галереи Браченуова статуи Августа, Клавдия, Тита, Еврипида, Демосфена, Минервы ДР, Бюсты, Марка Антония, Лепида, Адриана, Трайна и ДР. От галереи Киеромонти на юг, отделяясь одной решеткой, расположен музей надписи, основанный Папой Пием VII. В западной галереи Брамантии помещаются следующие музеи-залы. 1. Музей светских предметов, собрание античной утвари из разных металлов, бронзовых статуэток и долов, драгоценных камней резьбы на слоновой кости. 2. Музей священных предметов, собрание древней церковной утвари, найденной в катакомбах ЭДР. 3. Кабинет папирусов. 4. Зала Альдобрандинской свадьбы. 5. Зала византийских художников, в которой Григорий XVI поместил собрание картина 13 и 14 ВВ6. Нумизматический кабинет. Галерея Арация во втором этаже западной галереи Брамантии заключает в себе драгоценное собрание ковров, исполненных по картонам Рафаэля и изображающих деяния святых апостолов. Продолжение следует...